О политике, проблемах общества и социальном равенстве говорили и спорили в точке кипения. Именно здесь встретился с ивановцами известный журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко. Обладатель Золотого пера России сейчас известен как один из ведущих авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы». Встречу гость начал с признания. Местные власти просили не говорить о политике. Мы помоляем никакой политики. Что они имели в виду, я не знаю. Но давайте мы о политике. Будем рассказать. Когда мы хотим говорить о политике, будем о покойке. Будем называть о покойке. Сегодня у Путина даже тима. Или, знаете, губернатор как ясный солнышко. На встречу могли попасть все желающие. В зале собрались студенты, журналисты и люди с активной гражданской позиции. Вопросов к Максиму Шевченко накопилось немало. Вы знаете, наш сегодняшний гость, личность достаточно парадоксальная. Вы знаете, не так часто федеральные коллеги такого масштаба посещают наш город. Для меня очень важно понять, как он, будучи членом Совета по правам человека, относится к новому закону о языке. Этот закон, принятый Госдумой, достаточно несовершенен и, на мой взгляд, ущемляет национальные языки. Поэтому точка зрения гостя для меня очень актуальна. Много говорили о ситуации в стране, об экономике, власти, менталитете и современной аристократии. Свежий взгляд на уже старые устои впечатлил присутствующих, особенно тех, кто успел прочитать книгу Максима Шевченко. Его взгляд на то, каким образом складывалась философия русской цивилизации, о том, как русская цивилизация оказалась на сломе эпох, каким образом это возможно преодолеть, все это с переживанием, с болью. И это нужно читать. Известный журналист рассказывает, видит развитие в России в коренных изменениях, как в политике, так и в сознании людей. Но при этом отмечает цитата, не надо как в Европе, надо как в России, только по-человечески. Теперь молодые ребята, заканчивая вузы, понятия не имеют, где многие из них будут работать. Оказывается, есть страны, где тоже капитализм, и где предприниматели обязаны будут, и государство обязано обеспечить работу тех студентов, которые, как говорится, закончили и получили диплом. Это, оказывается, обязанность государства. Как это может быть, да? Странно. В общем, бороться надо. Встреча получилась очень насыщенной и интересной. Многие присутствующие задумались о самых разных аспектах жизни. И главное, как сделать так, чтобы на Руси всем жилось хорошо. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.